Добрый вечер. Привет из душной и жаркой Москвы. Пожалуй, единственное место в столице России, где можно спастись от нестерпимого жара, это залы кинотеатров. Ну, благо, что кинопремьер этим летом предостаточно. Пока весь город предвкушает премьеру фильма «Вспомнить все», главную роль в котором исполнил актер Колин Ферд, я предлагаю вспомнить другого актера, который, собственно, и прославил название этого фильма, великого и ужасного Арнольда Шварценеггера. Сегодня ему исполнилось 65 лет, рассказывает Анастасия Хатяшвили. Эта крылатая фраза стала для «Железного Арни» поистине судьбоносной. Мало кто знает, что в оригинале сценария киборг-терминатор должен был сказать «I'll come back», но Шварценеггер оговорился, и ошибочная версия попала в фильм, окончательно прославив Арнольда. Изначально из-за австрийского акцента Шварценеггера режиссеры не доверяли актеру сложных диалогов. Свою дебютную роль в картине «Геракл в Нью-Йорке» актер до сих пор считает самой нелюбимой работой в кино. Успех пришел после «Конана Варвара» и трилогии «Терминатора». Гонорар Арнольда за «Терминатора 3» побил рекорд в киноиндустрии на 2003 год – 30 миллионов долларов. Кумир боевиков становится блестящим примером пресловутой американской мечты. Маленький Арнольд Алоис Шварценеггер родился в австрийской глубинке Таль. Самым впечатляющим детским событием будущий «Терминатор» считает приобретение в бедной семье холодильника. Позже Арни серьезно увлекается бодибилдингом, наращивает мышцы и не скрывает, что одно время принимал стероиды. В 1968 году 21-летний Шварценеггер приезжает в Америку, где вскоре становится многократным обладателем титула «Мистера Олимпия» и быстро вводит культуризм в моду. За свою жизнь Шварценеггер побывал танкистом, руководителем фитнес-клуба, успешным бизнесменом и 38-м губернатором Калифорнии. На посту губернатора поддерживал легализацию марихуаны и регистрацию однополых браков. В бюджетный кризис отказался от зарплаты губернатора в 175 тысяч долларов в год. Перезбирался на второй срок. На мочи и стекли в 2011-м. Согласно Конституции, штата не имел прав баллотироваться на третий срок. Но после противоречивой политической карьеры актер был замечен в скандале интимного характера. Код назад супруга актера, тележурналистка и племянница Джона Кеннеди Мария Шрайвер, прожившая в браке с Арнольдом 25 лет, подает на развод. Шварценеггер признается, что стал отцом ребенка своей бывшей домработницы, проработавшей у экс-первой пары штата более 20 лет. После большого скандала и большой политики, Шварценеггер возвращается в кино и снимается в ряде картин. «Удержимые два», «Плач мачу», в октябре 2012 года в продажу поступит книга-мемуар «Воспоминания. Невероятная правда об истории моей жизни». В настоящее время актер снимается в картине «Последняя битва», премьера которой намечена на 2013 год. Анастасия Ходиашвили, Канок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова